Да, собственно, я хотел бы представить Светлану Гордееву. Светлана расскажет большую часть доклада и затем Антон тоже что-то добавит. Вот, соответственно, ну, прежде всего, я, наверное, расскажу пару слов. Собственно, когда появлялась теплица, действительно, мы тоже, как бы, мы думали, что мы что-то знаем о краудсорсинге. Вот, насколько я понимаю, краудсорсинг.ру тоже появился в 2012 году. Вот, соответственно, можно сказать... Когда? Летом. Да, летом. Ну, то есть, фактически, краудсорсинг.ру и теплица, можно сказать, фактически ровесники. Вот, из того, что мы знаем, да, краудсорсинг.ру очень много публиковал материалов именно на целевую тему, поэтому мы бы считали важным, собственно, пригласить представителей этого проекта на сегодняшнюю конференцию, потому что без них, наверное, мероприятие было бы неполным. Вот, и, соответственно, насколько я понимаю, краудсорсинг пишет в целом, краудсорсинг.ру пишет в целом об всем краудсорсинге, но больше, скажем так, охватывает, в том числе, и коммерческую часть, которую эти принципы в целом почти что не охватывают. Вот, я в данном случае умолкаю, предоставляя слово Светлане. Пожалуйста, расскажите пару слов себя о вашем проекте и, безусловно, расскажите о том, о чем вы в этом видео рассказываете. Добрый день. Меня зовут Гордеева Светлана. Пора года назад мне предстояло в составе команды разработать для одного из регионов крудсорсинговый портал. Это проект OneClick Якутская, ресурсинговая платформа OneClick. Она относится к сфере социального крудсорсинга, поэтому в наши задачи входило, естественно, проанализировать весь лучший опыт и в дальнейшем создать проект, который бы отвечал всем критериям общения между органами власти и общественной власти. Но в процессе обработки информации мы нашли очень много интересного контента, которого в общем доступе, так сказать, в единой базе в сети не было. Поэтому мы вышли в дальнейшем на компанию Крудсорфинг.ру, портал, и вместе с ними в соавторстве создали карту крудсорсинга и собрали весь опыт, который есть в регионах России относительно социального общественного крудсорфинга. Объясню, почему нам эта интересная и близка тема была, и, собственно говоря, на портале Крудсорфинг.ру их, это неотъемлемая часть деятельности, тоже освещать технологии в сфере общественного крудсорфинга. Соответственно, прежде чем делать проект, мы стали анализировать источники и поняли, что, в принципе, кроме базы, теплицы, социальных технологий или отдельных релизов, которые ловил мониторинг портала Крудсорфинг.ру, в России вот так, чтобы посмотреть и понять, где что можно взять за опыт или где можно чему-то научиться или проанализировать ошибки, нет. Наверное, говоря о социальном крудсорфинге и о том, как он появился в России, мне очень нравится вот эта картинка, потому что с развитием социальных сетей, с развитием взаимодействия и вообще с открытыми технологиями и с появлением сетевого общества в России стала формироваться такая гражданская среда, которой было очень интересно не только ждать отписки, но и коммуницировать онлайн. Поэтому изначально такие проекты возникали, безусловно, в социальных сетях, тем более, что органы власти начинали 2008-2009 года также выходить в социальные сети и начинались программы открытости, поэтому появился запрос и спрос на крудсорфинг. Мы, безусловно, проанализировали более 80 регионов того, что удалось найти в открытом доступе. То, о чем сегодня я расскажу, это исследование, которое охватывалось с помощью мониторинга социальных сетей, мониторинга открытых источников и мониторинга органов власти, либо каких-то гражданских проектов. Самые, наверное, известные, те, которые вы знаете, это наш город, московский портал взаимодействия с населением, это стартап «Сердитый гражданин», это проекты Алексея Навального и фонда борьбы с коррупцией, Рос-Ямороз, ЖКХ, Распил и так далее. Это стартап «Йополис», который занимается, прежде всего, опросами и важными статистическими данными, которые они собирают с местного сообщества и с населения, один, наверное, из крупнейших действующих сейчас стартапов. И, безусловно, представитель, так скажем, государственного сектора, один из крупнейших упоминаемостей по опыту законодательных соотипов, это, конечно же, российская общественная инициатива. В принципе, сейчас, если так спрашивают население, это более-менее проекты, которые в целом люди знают и могут журналисты также опираться на их опыту. Но, безусловно, этого недостаточно, и они не отражают полную картину того, что сейчас у нас происходит в регионах прежде всего. Я акцентировала внимание, что основное преимущество – это снижение стоимости времени и достижение результата. Почему это важно было для гражданского общества? Потому что им хотелось получать ответы на свои вопросы здесь и сейчас, не ждать отписок. У людей с развитием появлялись запросы, которые им хотелось реализовать. Соответственно, у органов власти также появлялся спрос на эти идеи. И, естественно, получать их от населения тех, кому не нужны, важно, полезно и нужно. Можно сказать, что сейчас более 50 регионов реализовали проекты краудсорсинга. Более 70 проектов в целом можно рассмотреть. И активность более 135-1400 городов России. Что это за города? Безусловно, это какие-то региональные центры, либо крупные города, которые относятся к той или иной области. Лидерами с них, среди них, конечно, это Москва и Московская область, Татарстан, это Новосибирская область, Краснодарский край и Нижегородская и Башкортостан республика. Активные города это Санкт-Петербург, Москва, Томск, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Уфа и Мурманск. Это те города, в которых мы зафиксировали наибольшее количество проектов в сфере социального краудсорсинга. Говоря о временных рамках, можно, я не знаю, видно, с кем мы видим, выяснять. Да, да. Значит, можно, исходя из общего мастива, выделить три основных периода, когда развивались первые проекты. Первый основной период это 2007-2009 года, это когда развивались проекты гражданских инициатив, возникали первые, то есть под гражданским инициативом мы принимаем проекты, которые инициировались не органами власти, а непосредственно населением или определенной группой лиц. Либо это какой-то лидер общественного мнения, которому было не все равно, что происходит. И одним из первых, конечно же, в те годы формировались проекты экологические, экологического направления. И один из первых, это мусора, больше нет. И не в офиге, все они касались уборки мусора, экологических акций. И что касается первых региональных проектов, то самый первый проект, который был создан в регионах из того, что мы нашли, это проект «Томское мнение», где житель, любой желающий мог опубликовать информацию о том, что он считает в городе нужную улучшить и как это можно сделать. И первый такой крупный региональный экологический проект «Сейд Байкал». Он тоже касается, так скажем, незаконной застройки на берегах Байкала. Любой желающий мог сбрасывать информацию, которая в дальнейшем перепроверялась и направлялась в соответствующие инстанции. И появлялись первые регионы, в которых активное участие принимали, безусловно, Москва и Санкт-Петербург. В 2010-2011 году развивались проекты, больше связанные с поиском ресурсов. Например, с поиском доноров, с поиском людей, которые могли бы реализовывать себя в ликвидации каких-то чрезвычайных происшествий. И, безусловно, здесь можно отметить первые федеральные проекты – это «Рупор» и «Правдомер». «Рупор» касался оценки действий, которые тот или иной чиновник обещал жителям, люди могли это измерить. И в 2011 году был зафиксирован значительный рост проекта в Санкт-Петербурге. К сожалению, мы пока еще на данный момент не анализировали, с чем именно это было связано. Но в этот момент возникли проекты, такие как «Заливает СПБ», проект, где каждый мог сообщить о протечках на крыше, информация в дальнейшем передавалась в инстанции города. «Красивая столица», тот же проект был реализован в Санкт-Петербурге. 2012-2013 год – это рост проектов социального краудсорсинга в России. Скорее всего, больше, наверное, 60% того, что есть сейчас, в кавычках, на рынке, формировалось в эти годы. Безусловно, это, прежде всего, касалось проектов, связанных с мониторингом и решением проблем. И как можно больше проектов внедряли это в регионах. Это могли быть как стартапы, так, в принципе, и органы власти. Это проекты, направленные на реформу, не реформу законотворчества, а на предложения, связанные с изменением нормативно-правовых актов, либо с предложениями по различным поправкам, и как раз возникла система РОЯ. И также это рост проектов, связанных с гражданскими инициативами. Наверное, самые востребованные сферы, где зафиксировался наибольший пик активности пользователей, касались проектов право-порядка, и здесь можно ответить, те же самые проекты РОСЯМА, РОСЖКХ, мы, соответственно, наверное, среди проектов других, они по количеству пользователей и заявок самые активные в эти времена были. И, безусловно, транспорт и инфраструктура. И, прежде всего, такие проекты, их более шести, развивались в Москве. И наибольшая включенность регионов и органов власти, я повторюсь, как в принципе в разработку таких проектов, так и в активное участие в таких проектах можно было зафиксировать. Мы, в целом, разделили, сделать такую небольшую классификацию, разделили по степени важности и по степени инициативы, кто какой проект создал. Прежде всего, больше всего проектов, это проекты народной инициативы. То есть, какой-то житель, либо группа лиц, либо лидер общественного мнения создавал проект, который он осуществлял в отдельно взятом регионе, либо масштабировал его на всю страну. И среди таких проектов можно отметить барьеров нет. Если вы зайдете на этот сайт, вы увидите, что его присутствие не ограничивается регионами, и любой желающий может отметить те точки, которые он считает недоступны для инвалидов. Больше 30 проектов инициированы органами власти и направлены на быстрое взаимодействие между жителями и, собственно говоря, властью. Стартапы. Это проекты типа «Юополис», «Сердитый гражданин», «Красивая столица», которые реализовались сначала в одном городе, и потом потихоньку, постепенно, либо реализовывались, либо продавались, то есть схемы здесь совершенно разные, либо непосредственно самим стартапом реализовывались в том или ином регионе. Есть проекты экспертного сообщества, они в большей части касаются изменения каких-то нормативно-правовых актов, либо внедрения стандартов, изменения законодательства, но не на федеральном уровне, а в отдельно взятой сфере. Например, в рыболовной отрасли, либо в каких-то сферах, связанных с совершенствованием системы в сфере малого предпринимательства, и среди них один из наиболее активных таких проектов есть в Москве. И бизнес. Это проекты, которые были реализованы компаниями для общественного блага. Они не несут из себя цель извлечь прибыли, они реализуются в определенных городах. Например, тот же самый проект Google «Барьеров нет» можно отнести и к бизнесу, потому что компания Google совместно делала эту карту и эти точки в регионах. Можно также разделить на основные направления, которые в регионах у нас реализуются, и сферы применения. Самое активное и самое большое – это мониторинг и решение проблем. Прежде всего, это, наверное, связано с запросом самого населения и органов власти, которые пытаются решить проблемы в сфере ЖКХ. Потому что, прежде всего, то, чем мы сталкиваемся вначале – это то, что есть вокруг нас, и то, что мы можем изменить в первую очередь. Пожаловаться, предложить какое-то решение. Наверное, поиск ресурсов – это проекты, больше инициированные гражданскими объединениями, общественными организациями, либо отдельными лидерами общественного мнения. Также, например, сюда можно отнести некоторые проекты Алены Поповой, когда она искала волонтеров, которые могли, например, поехать в Крым, и в Крымск ликвидировать последствия катастрофы. Закон и порядок, скорее всего, больше инициирован органами власти, потому что они хотят видеть, что изменять, пытаются понять, как это можно сделать. Поэтому создавались такие проекты, как российская общественная инициатива, отдельные в отдельных сферах также. И в порядок мы можем сюда отнести проекты, связанные с коррупцией, и с отмечанием, так скажем, не отмечанием, а проекты, связанные с борьбой с коррупцией и правонарушениями, и гражданские инициативы. Здесь, скорее всего, больше можно выделить сбор идей, потому что в основном люди также хотят предлагать свои идеи, реализовывать их. И это популярный сервис сейчас, который, если 2014 год проанализировать, буквально одна за одной запускаются проекты в Твери, в проекты в Липецке, в Воронеже, мой Воронеж, прекрасный проект, который тоже можно посмотреть. Сферы применения. Здесь первенство, конечно, благоустройства и ЖКХ. Это связано с тем, что люди пытаются решить все проблемы, связанные с управляющими компаниями, с нарушениями действий чиновников. Соответственно, в те, в свою очередь, хотят тоже видеть, кто как что делает, и как решает, и на что жалуется. Безбарьерная среда, наверное, это один из, для нашей страны, такой отдельный, нераскрученный сферы, в которых реализуются проекты. Образование и культура, экология и ресурсы. Это касается отметки в различных проектах незаконных строительств, нарушения экологической ситуации в регионах. Правопорядок, транспорт и инфраструктуры. Они больше характерны для Москвы, повторюсь, что более шести проектов по транспорту и инфраструктуре, круцорсинговых, реализованных в Москве. О них я расскажу сейчас подробнее. И добровольчество. Это все ресурсы, которые связаны со сбором и объединением добровольцев, волонтеров, поисков ресурсов для решения общественно важных задач в конкретном регионе. Теперь, наверное, больше перейду к конкретным проектам, что характерно для нашей столицы. Круцорсинговые проекты в Москве больше касаются проблем, связанных с транспортом и с мониторингом проблем. Среди транспорта можно отметить проект, который недавно реализовал Витологи. Наверное, многие о них знают. Это проект по изменению маршрутной сетки. Знаете? Смотрели? Витологи – это один из основных разработчиков круцорсинговых решений, который совместно с правительством Москвы реализовал проект по анализу транспортной ситуации. Они собирают идеи от населения. Касаемо определенных маршрутов в городе, жители предлагают, и в дальнейшем департамент транспорта их реализует. Есть проект «Будлакме». Он касается аварийности на дорогах. Любой желающий, который… точнее, не любой желающий. Человек, который попал в аварию, может описать ситуацию и с помощью этого сервиса найти свидетелей, которые могут помочь ему в дальнейшем с разбором ситуации. Это первый проект, связанный к круцорсингу и СМИ. Есть у The Village проект «Парковки». Любой желающий может скинуть туда фотографии неправильной парковки. И знаменитый проект «Автожелом», где все желающие выкладывают фотографии, которые увидели о неправильной парковке, и все эти могут также посмотреть. И мониторинг проблем. Москва реализовала один из самых, наверное, на сегодняшний день масштабных проектов «Это наш город». Он масштабен, наверное, прежде всего, не потому, что он охватывает все проблемы столицы, и он был одним из первых, а потому что у него есть, если проанализировать, очень интересная система модерации, в которой они полностью прописали, по каким проблемам, куда, что маршрутизируется. Это очень интересный опыт, потому что в регионах люди либо по незнанию, либо по отсутствию опыта, не могут четко прописывать модерацию и не понимают, как правильно эти проблемы от органов власти маршрутизировать. Что касается совершенствования знакомых проектов. Один из самых крупных, как я уже говорила, это проект «Российская общественная инициатива». У него есть тоже свои, ну, не недостатки, а проблемы реализации, мы их немножко попозже поговорим. Про порядок и коррупцию. Недавно Новосибирск запустил свой проект, где любой желающий может сообщить о фактах коррупции, которые в дальнейшем передаются в инстанции. И также это проект «Роскаратель» существует в этой сфере. Это проект по нарушению правил дорожного движения, который тоже есть в России. И что касается регионов. Как я уже говорила, мониторинг проблем – это основная сфера. В основном органы власти, в более 30 регионах, эти проекты реализовывали, либо также стартапы. Появилась также новая сфера, которая распространена в последнее время, ее запускает в самый, наверное, удачный период.